Ну что, в полку бесплатных VPN прибыло. Но VPN-ген это не просто VPN, а прямо-таки следующий этап в VPN-астроении. Разработчики, а делает это Михаил Климарев и общество защиты интернета, решили сделать так, чтобы бесплатный VPN в России был у всех. Я надеюсь в ближайшее время сделать стрим с Михаилом Климаревым, где мы разберем все вопросы. Где сервера, откуда финансирование и так далее. Ссылка будет в описании, кому интересно. А сегодня просто как пользоваться. Значит заходим на сайт vpngen.org, ссылка в описании и нажимаем на «Получить VPN-генератор». Ну или можно сразу зайти в телеге VPN-ген-бот. Ссылку также оставлю в описании. Здесь есть инструкция, но в принципе я все расскажу. И даже больше, чем в инструкции. Запускаем. Рекомендуют включить автоудаление сообщений. Правильно рекомендуют. Лучше включить. Продолжить и собственно хочу свой VPN. Теперь надо прислать фото чека из магазина. Это в целях борьбы с ботами и это очень забавное решение. Я такой капчи еще не встречал. Чек примерно на 500 рублей плюс-минус или эквивалент в валюте. Чек должен быть не старше недели. Для сохранения конфиденциальности расплатиться за покупки нужно наличными и без всяких карт на скидки. Если вы совсем играете в шпиона, то магазин должен быть в соседнем районе. Но аккаунт в Telegram, с которого вы пишете, вы в принципе светите. Ваш Telegram ID не хранится у разработчиков только при заведении аккаунта Бригадира, а мы сейчас именно этим занимаемся в течение двух дней и при обращении с вопросом в техподдержку в течение недели. Но если вы все-таки не доверяете разработчикам и хотите максимальной анонимности, заводите чистый незасвеченный аккаунт в Телеге на этом шаге. В принципе больше он вам не понадобится. Опровиться чек достаточно быстро у меня прошло минут 20 и вам приходит сообщение, что все нормально. И вся необходимая информация включает данные для настройки VPN протокола WireGuard, который разработчики используют для собственно организации VPN-подключения. Причем данные приходят в трех видах и это показывает, что разработчики заботятся о юзабельности своего продукта. Кроме того, вам дается кодовое имя. Это аналог логина и шесть важных слов. Это аналог пароля. Это нужно для восстановления доступа в личный кабинет, если вдруг чего. Так что обязательно сохраните. Значит для подключения VPN вам нужно скачать файл конфигурации WireGuard и запустить его. Файлы конфигурации храните тоже в одном месте, они имеют тенденцию теряться. Про WireGuard буквально завтра-послезавтра сделаю очень короткий скринкаст, ссылка будет в описании. Отправляйте прямо пользователям своей бригады, а что такое бригада расскажу в конце, файл конфигурации и ссылку на скринкаст, чтобы они не спрашивали, а чего теперь делать. Ну и вы тоже, если не понимаете, что я сейчас делаю, посмотрите скринкаст. Хотя я думаю, тут все понятно. Подключили VPN, проверили, работает. И надо зайти на VPN Work вот по этой ссылке из сообщения с включенным бригадирским VPN. Обязательно с включенным и обязательно зайти в течение 24 часов, чтобы активировать аккаунт. Тем, кому вы предоставите доступ, это делать не нужно. Только вам, то есть, бригадиру. Так как VPN у вас подключен, вы сразу попадаете в свой личный кабинет. И впоследствии вы также будете попадать в свой личный кабинет при включенном бригадирском VPN. Имейте в виду и это, потому что у вас могут быть разные файлы конфигурации на разных устройствах. Создаются они вот так. Все. Теперь этот файл конфигурации вместе со скринкастом «Как пользоваться WireGuard» вы отправляете своим друзьям, родственникам, знакомым. И у них появляется бесплатный VPN. Каждому родственнику отдельный файл конфигурации, а не всем один. И даже лучше под каждое устройство родственника создавать отдельного пользователя. А вам, бригадиру, точно нужно создать себе пользователя под второе устройство, если оно у вас есть. Поскольку два бригадирских аккаунта на разных устройствах одновременно работать не будут. Теперь, собственно, про бригаду. Это группа людей, которым вы предоставляете доступ через этот конкретный VPN. Они пользователи, вы бригадир. Отличаетесь вы только тем, что у вас есть доступ к этой панели администрирования. И тем, что в течение первого месяца вам нужно привлечь в свой аккаунт минимум пять пользователей. То есть, раздать минимум пять бесплатных аккаунтов. В противном случае вашу бригаду удалят. Это не Herbalife. Вам не нужно каждый месяц по пять, только первый. И те, кому вы предоставили доступ, не должны также приводить по пять. Только вы и только пять. Причем устройства тоже считаются. То есть я создам сразу четырех пользователей, потому что у меня четыре устройства. Три компа и телефон. И пользователей можно удалять. Их не может быть больше двухсот пятидесяти на одном аккаунте. Каждому пользователю, а в моем случае устройству, дается по сто гигабайт трафика в месяц. Обнуляется первым числом, но мы понимаем, что это формальное ограничение. Поэтому я бы просил вас не нагружать сервера разработчиков и относиться к трафику бережно. Не гоняйте VPN без необходимости. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.